прямо сейчас поведу о том рассказ к киевская динамо добилась триумфа в кубке обладателей кубков 1986 года на фоне катастрофы на чернобыльской атомной электростанции из-за которой динамовцам киева было повышенное внимание по прибытию во французский ли он на финал с мадридским атлетико как добивались киевляне победы ради чего и кого показали ту фантастическую игру которую запомнили все советские любители футбола на века видео интервью киевлян отзывы про игру подопечных лобановского в европе и ссср и вообще вся правда про тот знаменательный успех киевского динамо в день его 35-летия и так киевская динамо под чутким руководством валерия васильевича лобановского весной 1986 года уверенно шагала к вершине кубка обладателей кубков не замечая довольно авторитетных европе соперников общее 92 с венским рапидом финалистом предыдущего кубка кубков и 41 тоже общее с пражской дуглой которая четвертьфинале прошла топ-клуб того времени португальскую бенфику все помыслы киевлян были именно о кубке кубков о матче чемпионата ссср ими рассматривались как подготовка к международным испытаниям поэтому ничьи в советском первенстве динамовцы чередовали с победами но особо над этим не заморачивались крайний перед выездом на финал кубка кубков был матч в киеве против московского спартака который состоялся 27 апреля 1986 года на следующий день после страшной чернобыльской катастрофы которой футболисты были не слухом не духом динамо осчастливило 82 тысячи преданных болельщиков на республиканском стадионе 21 при полнейшем преимуществе и кучей нереализованных моментов перед вылетом в москву а потом париж на динамовскую загородную базу в конче заспе пожаловали представители центрального комитета коммунистической партии украины во главе с главным идеологом республики леонидом кравчуком будущий президент украины обошелся без партийных накачек хотя без упоминаний о престиже украины и всего ссср не обошлось были озвучены суммы премиальных за победу в кубке кубков каждому по 522 американских доллара плюс по две тысячи советских рублей крутяк полнейший по тем временам о таких деньжищах простые советские работяги могли только мечтать после чего киевляне вылетели за кордон а там дальше слова самим динамовцам нас встречает очень много корреспондентов вы думали что они нас всех знают и очень много политических журналистов тогда для нас это было странно для всех ребят для меня тоже что журналисты сразу подходили не спрашивали про матч если мы переживали мы не могли ощутить это все мы ничего не говорили все говорили что все в порядке все нормально тем более узнали шуперов провели гибрадацию и так далее когда французы себя рады не забыла выходить но вся европа зная а грязь киеве ничего не знаю приезжаем во францию там уже по 3 уже все показывают некоторых французов был в шок они на нас смотрелись такими глазами говорят там город снесло а вы сюда приехали приехать и думаем вроде матч куба кубкова после такой прагедии и каждый человек может прийти себя чувствую в порядке али перед нами стояла игра чернобыль будет поте можно только догадываться с какими тяжелыми мыслями готовились к финалу динамовцы когда узнали о страшной трагедии в чернобыле плюс ко всему оптимизма не добавляли травмы из толпа обороны сергея болтачи и главной звезды международного уровня олега блохина но стараниями динамовского доктора берковского оба вышли на финал мы жили в моем переговоре и тоже он жаловался роль 33-речного нападника найкращого футболиста европы 75-го року для молодого необстрелянного коллективу была надзвичайно важлива особливо у матча такого ревня ну зато финал один матч можно потерпеть потом правда он сказал что даже на одной ноге на эту игру надо выходить для каждого футболиста даже если уже прошел и кубок кубков и супер кубок выиграл еще раз выиграть это понятно это пик там ему уколы делали его ставили на ноги потому что он сам требовал и от врачей и от массажинства и делайте что хотите хоть восьмерки в небе крутите я должен выйти за день до игры перед тренуванием вся наша команда всем керевництвом поехала до церкви до собору зашли туда взяли свечки и кожен про что хотим про то соби загадывал побажанья и на следующий день игра атлетика мадрид хорошая тогда команда вышли вышли на матч перед матчем где-то за за час кажется до дома чем мы вышли посмотреть поле состоянии как обычно выходим и практически уже трибуны забиты были естественно все стали крики шум я не думаю куда мало какой-то мандраж быть или какое-то сомнение в том что мы можем не выиграть у меня был с ним разговор то есть я видел что он держится так вот меня не вызвали как перед каждым матчем вызывает каждого футболиста с ним беседуют смотрят на него ну видимо как он готов психологически готов так функционально нормально я почему-то старался не показывать свои слабости естественно нельзя никогда показывать свои слабости потому что тебя просто съедят я могу в лесечне гонки все будет нормально и мои слова то есть такое впечатление получилось так что не он меня настраивал а я его то есть я просто дал понять чтобы он не переживал что я все что я смогу все же от меня будет зависеть мы все сделаем то есть я был уверен не только за себя еще за коллектив потому что я знал каждого возможность из ребят вы ничего не выдумывает играйте как вы умеете что умеет как и как вы это все знаете поэтому ничего не надо выдумывать играйте как вы умеете вы эти его слова и будьте нормально быть не переживайте будет все нормально если будете играть как вы умеете я уверен что могу больше тридцати тысяч болельщиков атлетика и сорока пяти тысяч на лионском жирлане своей невероятной поддержкой напоминали жерло вулкана во время его извержения. Но что динамовцам те мадридские вулканы, когда они сами цунами, способные накрыть любой по мощности вулкан. И Саша Заваров очень быстро открывает счет. Я прошел слева, проход подал, Биланов пробил. Вратарик не отбил, и недалеко, иначе прямо близко к мне. То есть, где-то на грудь мне сложился головой. Сейчас-то я так смотрю на футболистов, которые забивают мячи, они уже до этого знают, как им себя вести. То есть, каждый старается, чем сильнее футболист, тем он больше старается. То есть, манеру радования забитого мячу, вроде это а-ля там в плотине или там каждый. Раньше об этом, по-моему, мне кажется, что никто не думал. Мы уже немножко успокоились, когда Заваров забил гол. До, конечно, до этого гола была такая, игра называется «Качели». И мы не могли нам забить. То есть, ну, финал есть финал. Ну, во-первых, очень тяжелый момент был, когда сломался болтача. Это в самом начале игры, потому что все-таки это один из основных их был защитников. И, ну, это была полная неожиданность для команды, естественно. Потом нам пришлось немножко перестраиваться. Ну, все, он начал играть, получил травму, там, первым таймом, на десятый, на пятнадцатый минут. Ну, опять же, у нас же еще и на лавке, лавка. Я стал с Либера играть на месте болтача. На место правого защитника вышел Андрей Баль. Там немає, кто первый на замену выходил, кто другой, кто третий. Я тут играл, до этого играл на многих позициях. Кто уже был, кого решить, главный тренер выпускать и все. Сказал, выходь в позицию правого защитника. А Володя, нехай, играю в останнюю защитника. Запомнился матч еще и неуловимым петухом, которого сразу же после перерыва безуспешно пытались поймать футболисты киевского «Динамо» и мадридского «Атлетико». Но петух и от Блохина ушел, и от Заварова, и от всех матрасников. Прыткий оказался Петя, что очень повеселило всех болельщиков. Снял овитавшие в воздухе перед возобновлением финала Кубка Кубка в напряжении. После победы Блохин, отвечая на вопросы журналистов, шутливо подметил, что труднее всего ему было поймать петуха. Вася Радз очень бегал, за ним некоти могло поймать. Вот, потом еще кто-то подключился. Ну, наверное, это минут пять продолжалось, пока бедного петуха этого не поймали и не забрали. Ну, это тоже такой искреживый был. Михаличенко, Левтушенко, Левтушенко, Биланов и Биланов. Все это игровое время на... Блохину, Блохин, Веев. Вот так. Наконец, преимущество Киевлян еще раз доказал Олег Блохин, о котором мы с вами только что говорили. Отлично сыграно. 2-0. 2-0 в финальном матче на Кубок обладателей Кубков Европейских стран. Это вообще был и до сегодняшнего дня. Я думаю, что это еще один. Потому что его можно показывать и показывать для всех книжок, которые могли бы показать, как научить детей. Такий голос забывать, потому что, как в регби пошла атака, один дотик, бум-бум-бум. К этому вееру каждая команда должна идти очень долго. Чтобы получился такой веер, это нужно такую работу проделывать на тренировках. Ну и я считаю, что это, наверное, было самое показательное. И сейчас даже можно показывать по телевидению, что такое забегание и восстанавливание киевского динамо. Вот это, наверное, был самый большой пик Валерия Васильевича Лобановского. Вот он увидел, наверное, то, к чему он шел всю жизнь. А спустя всего ничего, после второго гола Блохина, на 87-й минуте был вот этот заброс на рывок Вадика Евтушенко и издевательски прекрасный гол ворота Атлетико, как контрольный выстрел, 3-0. Это уже победа, супер-победа киевского динамо. Где-то со средины, еще на нашей половине поля, в падении как-то я передал длинную передачу. Думали, что вне игры, Евтушенко вышел один на один, обвел вратаря и забил третий гол. Это останется всегда памяти. Удар очень хороший. Я успел его парировать. Тут же потом пошел прострел. Я еще раз успел встать, отбить. И третий. Тоже не помню, кто добивал. Я успел перевести на голы. И последнего момента. Матч закончен. По подбору и по игре, это была, думаю, самая хорошая команда. Но в финале просто, в общем-то, мы намного сильнее были, оказались. У испанских болельщиков есть привычка, если они полюбили какую-то команду, или понравилась игра соперника, они выбрасывают белые флажки, белые платочки. Так вот, после игры где-то минут пять прошло, и стадион стал белым. Приятно. Приятно, что... Хоть испанцы посмотрят, как надо играть в футбол. Франция написала тогда, хороший заголовок, где-то вышел. К нам приехали инопланетяне. Значит, испанцы сами играть и говорили, что... Говорит, такое впечатление, что у нас было 11 на поле, а динамо Киев 22. Говорит, не вставали даже голову поднимать. Говорит, такое впечатление, что футболисты с двумя сердцами. Приехали в гостиницу. И там уже нас и Лобановский поздравил, а мы Лобановского поздравили, налили шампанского в кубок. Это шампанское было куплено уже во Франции. Даже я был сказать, сколько входит в этот кубок. Это входит 15 бутылок. И, ну, естественно, этот кубок пошел по кругу. То есть и тренера, и руководители, и игроки по голоску обязательно. Европа буквально захлебнулась от восторга после финала Кубка Кубков 1986. Читаем испанские газеты, ведь похвала со стороны поверженного соперника приятнее вдвойне. Одна из крупнейших спортивных изданий Испании, газета АС, вот что писала. 3-0. Киевская Динамо. Великолепная команда. Законный победитель финала. Превосходство советских футболистов было явным. Они продемонстрировали исключительные скоростные качества. Поразительную смену ритма игры. Создавали многочисленные голевые ситуации. Поистине великолепной была тройка Яковенко, Заваров и Яремчук. Очень опасными были проводимые советскими футболистами на поистине дьявольской скорости атаки по флангам. Счет мог бы быть значительно большим, если бы были использованы все созданные ими голевые ситуации. Поразительным был и вратар Чанов, отразивший ряд очень опасных ударов. Киевская Динамо. Сенсационная команда, одержавшая убедительную победу. Другая крупнейшая спортивная газета Испании Марко писала, что Киевская Динамо продемонстрировала наступательный, зрелищный, надежный и серьезный футбол. Своей замечательной игрой ей удалось превратить зрителей, болельщиков Атлетика Мадрид, в своих восторженных почитателей. Также Марко отмечает игру Заварова, Яковенко, Бессонова и Демьяненко. Киевская Динамо, по мнению этой газеты, могло бы победить и со счетом 6-0. А вот мнение газеты ПАИС. Киевская Динамо – великолепная команда, которая продемонстрировала в Лионе подлинное качество советского футбола, большие скорости, предвидение, импровизацию в обороне и полузащиты, быструю смену темпа и позиций. Газета Диарио 16 вышла под шапкой. Динамо Киев выиграла кубок, показав футбол высшего класса. Дальше по-русски. Спасибо, Динамо! Это заголовок статьи, написанной кинорежиссером Хосе Луисом Гарсия. Динамо Киев – это суперкоманда. Весь стадион в Лионе рукоплескал их победе. 45 тысяч зрителей. В большинстве болельщики Атлетика Мадрид в едином порыве кричали «Динамо! Динамо! Динамо!» Феноменальными футболистами автор назвал Яковенко, Заварова, Беланова и Блохина. «Это была настоящая фиеста футбола!» – продолжал Хосе Луис Гарсия. «Как любитель футбола я безмерно счастлив, как болельщик Атлетика Мадрид глубоко разочарован. Ясно одно, чтобы выиграть, Атлетика Мадрид должен был продемонстрировать игру лучшую, чем Киевское Динамо. А это сделать было просто невозможно!» А вот что писала газета ABC. «Советские футболисты – это вдохновение, импровизация, игра личности, взрывной темперамент. Показанный Динамо Киев-Леоне футбол – это лучший футбол, который мы видели в последнее время!» Газета «Я». «Киевское Динамо – подлинный обладатель Кубка Европейских Кубков. Это поистине лучшая команда, которую мы видели в течение длительного времени. Советские футболисты показали тотальный футбол, зрелищный и совершенный!» Яковенко, Яремчук, Блохин и Заваров буквально взорвали оборону красно-белых. Казалось, что у Атлетика Мадрид меньше футболистов на поле. Ну и вишенка на хвалебном торте восхищений игрой киевлян. Слова президента Атлетика Мадрид Висенте Кальдерона. «Киевское Динамо – команда высокого класса, и это она продемонстрировала в Леоне. Советские футболисты показали великолепное владение мячом, прекрасную физическую подготовку, мощные наступательные качества. Надо признать, что мы проиграли большой команде!» Оглашаю весь список той большой команды «Динамо Киев», которая поражала футбольный мир своей суперигрой. Виктор Чанов, Владимир Бессонов, Сергей Болтачал, замена Андрей Баль, 39-я минута. Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Павел Яковенко, Иван Яремчук, Александр Заваров, замена Вадим Евтушенко, 70-я минута. Игорь Биланов, Олег Блохин, капитан Анатолий Демьяненко, главный тренер Валерий Лобановский. Дальше сами игроки расскажут, что же было после матча. Несмотря на некоторые неточности, например, в чашу Кубка Кубков влезло 8 бутылок шампанского из 16, купленных в Киеве, плюс пиво, эти воспоминания сейчас просто бесценны. «В Москве нас никто не встречал, кроме массажиста, доктора». «Команда, которая везет Кубок Кубков для Советского Союза, для страны, и в аэропорту встречают три человека, администратор Федерации футбола, водитель автобуса и ни одного представителя Союза футбола высших рашеводов». «Здесь, на вокзале, когда ребята, те ребята, которые не остались, здесь встречали их, на руках несли». «Как национальных героев встречали». «И мы почувствовали, что мы привезли Кубок Кубков только тогда, когда мы поехали в Киеве». «Как настроение, Балерий?» «Настроение как после победы. После победы сюда, в общем-то, настроение немножко приподнятое». «А сколько раз нужно выиграть Кубок Кубков, чтобы он навечно остался в Киеве?» «Это трудно сказать, пока регламент UEFA это не предусматривает». «Ну, каждая победа, она стимулирует на то, чтобы стремиться к более высоким результатам. Поэтому мы, в общем-то, и в этом направлении работаем». «Чтобы не только такой Кубок был, Кубок Кубков, он уже второй раз у нас в Киеве. Чтобы какой-то новый появился Кубок чемпионов и Кубок UEFA». «Каждый раз ставится какая-то новая задача. Я думаю, что неинтересно жить и работать, если нет каких-то перспектив». «Ну что, удачи вам!» «Самая кроватью, я сказал, ради этих моментов можно жить и работать». «Какой процент уверенности был у вас, когда вы приехали в Лево?» «Если выходить на игру и не верить в победу, то какой смысл, в общем-то, выходить?» «Поэтому верили только в победу». «Ну, я думаю, что у нас сейчас команда может выигрывать турниры различного уровня, поэтому мы будем стараться участвовать в турнирах и будем стараться выигрывать их». «Да, я помню тогда у меня, да, мне тогда задали вопрос, что бы вы хотели. Я тогда сказал, что...» «Заветное желание, мое лично, чтобы Динаматиев, команда, полностью выступала в Мексике. И старше принял был в Лобановске». «Мечта Виктора Чанова сбылась. На чемпионат мира в Мексике полетели все киевляне вместе с главным тренером, кто выигрывал Кубок Кубков, кроме травмированного Сергея Болтачи, о чем я уже рассказывал в плейлисте «Тайны сезона 1986». И еще обязательно поведаю всем на своем YouTube-канале. С вами был Саныч, до новых встреч!